Как же приятно было снова увидеть живых Дамина и Эрмина. Они официально представлены в серии и являются стражами клана Чистого Неба, точнее присматривают за ним по поручению Тансана. В оригинале, конечно, они уже находятся в форме людей, хотя в серии они изображены точно так же, как в первой части. И это понятно, сразу бы мы не узнали их в человеческом облике. Мы помним, как давным-давно, 10 тысяч лет назад, эти легендарные 100 тысячелетние звери пожертвовали собой и стали кольцами Тансана. Было печально прощаться с ними, однако Тансан их воскресил, и более того, назначил главами клана Чистого Неба. Но это не всё, они также присматривают за дочкой Тансана, Танутун, которая замаскировалась в Андуна. Покинул Божественное Царство, Танутун спустилась в мир людей. Естественно, Тансан позаботился о безопасности дочери. Первый момент – это дядя Дамин и Эрмин, они заботились о Танутун. Второе – Тансан оставил свою Божественную Частичку, или как в серии говорится, печать, чтобы никто не мог причинить вреда его дочери. По сути, никто о простотах не может войти в Духовное море Вандуна. Эта печать кое-что запечатывала, и мы догадываемся, что именно – память Танутун о Божественном Царстве и её силу богини. Хои Хао попытался и тут же был выброшен Духовным отпечатком Тансана. Если бы не Ледяной Шелкопряд и Ледяная Императрица, Хои Хао, вероятно, погиб бы на месте. Эта сила была действительно слишком пугающей, до такой степени, что Ледяной Шелкопряд и Императрица Скорпионов несколько онемели. Ледяному Шелкопряду едва удавалось удерживать Духовное море Хои Хао в целости своей ментальной силой. Образ Тансана внутри Духовного моря Вандуна выглядит красиво и потрясающе, как и подобает божеству. Эта пугающая аура была похожа на гору. Столкнувшись со столь ужасающей мощью, ментальная сила Хои Хао была как капля в океане. А между тем, турнир продолжается. Команда монстров Шерека распределила духовные инструменты, которые они купили на аукционе, и была готова к следующему этапу соревнования. Они должны были продержаться еще два матча, после чего к ним присоединилась бы Лин Лучей. Их последующие сражения были бы намного проще, с поддержкой опытного мастера контроля, такого как Лин Лучей. Сейчас же противником стала команда Академии Тысячи Духов, а в жеребьевке выпал командный бой. Это лучший из вариантов нынешних условий. Каждая Академия провела анализ силы Хои Хао после произошедшего в первый день. Хотя никто не думал, что он был ужасающим существом, способным обладать шестью 100-тысячелетними духовными кольцами, это в принципе невозможно, и вероятно большинство понимали это. Но они все же считали его весьма таинственным мастером. В конце концов, навык слияния Золотая Дорога тоже произвел на всех глубокое впечатление. Они одержали победу одним ударом. Академия Тысячи Духов была очень мощной Академией, воспитавшей многих выдающихся мастеров. Они намного сильнее и увереннее, чем предыдущая команда противников Академии Облачного Ло. У них есть три мастера с пятью кольцами и четыре имеющих ранг выше сорокового. Их построение – четыре щита, образующие неуязвимую крепость, в то время как два мастера Льда и Пламени атакуют вместе с Капитаном, Копьем Тысячи Ударов. У этих четырех мастеров боевой дух – щит Духовного Носорога, Системы Защиты. Две девушки позади получили прозвище «две хозяйки Льда и Пламени», потому что они обе являлись мастерами системы контроля. Первая обладала духом Морозного Медведя, она сильный мастер с ледяным атрибутом. Можно сказать, она очень похожа на Лену Лучень с точки зрения способностей. А вторая девушка с духом – Пылающий Тигр, мастер контроля с атрибутом огня. Но самый серьезный участник в команде противников – Капитан, мастер с пятью кольцами. Он находился на 53-м или 54-м ранге. Он являлся истинным ядром и основным атакующим команды. А его копье тысячи ударов позволяло ему специализироваться как на дальних, так и на ближних атаках. Сочетание мощной защиты, контроля льда и огня, сильный мастером атаки в центре – все это на некоторое время сделало битву для Академии Шрека очень сложной. Как видим, противнику Академии Шрека довольно сильны. Как они справятся? Бэй Бэй и Сюй Сэн Ши должны показать весь свой потенциал, уже не выйдя скрывать свою силу. Но самое главное – это Хуи Хао. В трейлере мы видим, что Хуи Хао снова смоделировал шесть красных колец по 100 тысяч лет. Вместе со вторым боевым духом – Ледяной Императрицей Скорпиона, он сыграл ключевую роль в победе над противниками. Используя абсолютный атрибут льда, он легко взял верх над духом Ледяного Медведя. Однако, во время этой битвы, Ся Хун Чень узнал важную информацию. Например, что красные кольца Хуи Хао были поддельными, и он в реальности не имеет даже четырех колец. Также он понял, что Хуи Хао имеет парные духи. Он прямо сказал, что у Академии Шрека большие проблемы, раз они послали в бой резервную команду. Неужели Академию Шрека так быстро раскусили? Ждем дальнейшее развитие сюжета и продвижения на турнире. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам появление Дамина и Эрмина в серии, а также Тансана. Подписывайтесь на канал и всем пока.